Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 марта. Я только что вот показывала вам, отвечала на вопрос Ольги Потихиной, какое расстояние оставить от теплицы до теплицы. И вот сейчас я покажу вам еще одну теплицу и отвечу на вопрос, и даже не отвечу на вопрос, а такое выскажу наоборот, утверждение. Некоторые спрашивают, вот обязательно ли устанавливать теплицы на солнечном месте. И я, когда в прошлом году рассказывала все это, я говорила, что обязательно нужно выбирать солнечное место, чтобы тень не падала от дома, чтобы ничего этого. Но это правила, это рекомендации, а из всех правил есть исключения. И вот у нас есть такой участок один, видите, вот это зад дома. Такая северная сторона, у нас здесь даже нет окон, потому что здесь никогда не бывает солнца. Тут вот глухой забор, и здесь вот стоит теплица. Если я немножко... А, ну вы видите, что здесь далеко не солнечное место, потому что некоторые говорят, о, у вас совсем нет снега. Просто я ходила по солнечным местам, нет снега. А вот по таким закоулкам, видите, вот это вот, тут тоже получается у нас как технический проход. Тут и снег сбрасываем сюда, и здесь никогда ничего, ну, такого сильно теплолюбивого я не высаживаю. Видите, до сих пор сугробы. Если я отойду подальше и покажу вам, видите, солнце, до какого, вот две палочки помидорные солнцем освещены, остальное тень, все, это сейчас обед. После обеда, после двух часов здесь никогда нет солнца в этой теплице. То есть она вот сейчас накрывается, ну, как от дома тенью, и все. И вообще, конечно, я сначала даже боялась сюда ставить теплицу, потому что всегда читала рекомендации специалистов, что только на солнечное место нельзя, чтобы тень падала от забора. Но я и сама все так говорю. Конечно, в первую очередь используем солнечные места, все. Но куда девать вот такие места? У нас здесь был пустырь несколько лет, три или четыре года. Здесь вообще просто рос бурьян. Мы его опрыскивали вот этим ураганом, чтобы трава не росла и все. Но мне просто жалко. У нас и так мало места. Еще тут пропадает это место. Немножко подумала и поставила я все-таки сюда эту теплицу. Но я хочу сказать, что я очень довольна, что я решилась на этот шаг. И у нас получается как? Вот в прошлом году было лето такое жаркое. Вот все знают, выше 40 градусов была в теплице температура. А вот в этой теплице растения отдыхали. У них до обеда, ну, ветер, наверное, плохое качество звука будет. До обеда у них солнце, прекрасно они схватят вот эту вот порцию солнца. После обеда, когда те мучаются от жары, сюда раз, тень от дома, и они отдыхают. У меня здесь один год росли перцы, нет, два года, по-моему. Прекрасно, и урожай хороший вот не в прошлый год, а позапрошлый год. Посмотрите, я подробно снимала видеообзоры. Тут уже с июля был этот сладкий перец спелый красный, и было очень много урожая. Росли у меня здесь и томаты, и оказывается, и томатам хватило солнца. Но все-таки половина дня у нас вот с утра вот сюда в эту сторону солнце бьет, потом оно сюда уходит, и когда с этой стороны дом закрывает. И оказывается, можно вот так вот в притененном месте, где полдня солнца, а полдня тень, тоже ставить теплицу в крайнем случае, если уж и вообще никуда. Вы же понимаете, что участки у всех разные. Вот у нас тоже ландшафт вот этот вот, он совсем разнообразный. Тут какие-то у нас и ступени, и террасы, и перепады, все. И я решила, что не буду я бросать этот участок. Тут земли, конечно, не было. Мы налозили сюда земли, поставили теплицу, я очень рада. Это я хочу, вот это видео сняла для тех, кто, например, думает, что у них на участке нет подходящего места. Если нет солнечного такого большого пространства пустого, то нет подходящего места для теплицы. Оказывается, вот как опыт показывает, что есть исключения из правил, и теплицу можно поставить, и в затененном месте, и все там растет. Вот, кстати, это та самая теплица. Ой, сейчас я продвинемся дальше. Тут у нас дальше низина, как бы не упасть. Я говорю, у нас ничего не равномерно. Это вот как раз у нас та самая теплица, где я сейчас сеяла вчера редис, где я сею. Здесь прекрасная рассада капусты вырастает. Здесь весной зелень, все растет. И перцы, и томаты тоже здесь растут прекрасно. Но солнце тут бывает всего полдня. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это видео на тему, если у вас нет солнечного места, не расстраивайтесь, можно ставить и в немного притененном месте. Если будете хорошо ухаживать, все будет расти.